Добрый день! Мы сегодня рассмотрим по традиции тему, как научиться все успевать и рассмотрим секреты тайм-менеджмента. Меня зовут Демьянова Ольга Владимировна, я заведующая кафедрой экономики производства Казанского федерального университета, доктор наук, профессор, консультант по тайм-менеджменту, наставник, тренер проектов, коуч. У меня есть несколько трудов авторских по тематике тайм-менеджмента, быстрого роста, целеполаганию и как настроить свой совещательный процесс. Как мы будем с вами двигаться? У нас будет четыре основных блока работы. Первый блок посвящен наведению порядка в текущих делах. Для того, чтобы начать работать в сторону повышения эффективности своего времени, чтобы научиться все успевать и быть довольным, нужно сначала навести порядок в своих делах. Второй этап. Мы с вами научимся планировать новые дела. Что же такое за целеполагание? Какие есть основные методы? И как можно поставить себе достаточно комфортные и понятные цели? Третий шаг. Это пересборка текущих дел. У человека всегда есть определенные дела, которые связаны всегда с ним. Это текущие дела его, и эти дела невозможно просто так бросить. От них невозможно отказаться. И здесь третий этап направлен на то, чтобы посмотреть, как пересобрать их, как пересобрать эти текущие дела для того, чтобы комфортно выполнять и наши новые цели. И четвертый этап. Мы настраиваем новый график работы. Это заключительный этап, который позволит вам достаточно комфортно встроить определенные методы тайм-менеджмента в свою обыденную жизнь. Итак, сегодня мы рассматриваем четвертый блок нашего диалога о том, что же такое тайм-менеджмент, как комфортно его вшить в нашу деятельность. И мы с вами рассмотрим, как научиться настраиваться на новый график работы. Почему на новый график работы? А потому что мы с вами научились наводить порядок в текущих делах, мы с вами научились смотреть на цели полагания, как на определенную компетенцию, мы с вами пересобрали свой рабочий график, потому что рабочий график требует новых определенных компетенций в отношении тайм-менеджмента. Итак, начнем. Как настроить новый график работы? С чего мы начнем? Мы с вами начнем с тестирования или с оценки ваших компетенций тайм-менеджмента, уровня тайм-менеджмента. На слайде 10 основных вопросов по традиции мы с вами оцениваем. Если мы отвечаем на вопрос «нет», мы ставим 0 баллов. Если мы отвечаем «скорее да, чем нет», 0,5 баллов. И если мы отвечаем «да», мы ставим 1 балл себе. И, соответственно, если вы отвечаете на все 10 вопросов «да», то вы получаете 10 баллов. И это означает, что у вас достаточно прокачана компетенция тайм-менеджмента. Но если на какие-то вопросы вы отвечаете «нет», это означает, что именно в этих вопросах ищите резервы роста своей прокачки и своих компетенций в области управления времени. Итак, начнем. Мы начинаем с того, какой у нас запрос. Что нам не хватает в новом графике? Вообще, есть ли у нас новый график? Новый график работы предполагает, что мы начинаем объединять наши новые дела, которые связаны с нашими новыми целями, и текущие дела, которые уже есть сейчас, от которых мы не можем отказаться, которые нам в любом случае нужно сделать. Итак, запишите, какой же у вас запрос на данную позицию, так скажем, на данный контекст. Итак, рассмотрим несколько методов, которые позволят вам настроить новый или подготовиться к новым методам работы. Первый метод называется недельный круг. Что такое недельный круг? Это означает, что вы берете планирование в течение одной или двух недель. То есть, вот планируемый спринт, да, это такой спринт достаточно комфортный, который объединяет до двух, ну, который объединяет или состоит из двух недель. Что здесь? Смотрите, в зависимости от дня недели, да, и начиная с понедельника, например, а если вы работаете, есть какие-то дела, то мы включаем себя сюда и субботу, и воскресенье, вы начинаете планировать дела в зависимости от четырех видов. Посмотрите, какие есть четыре основных вида дел. Первое дело – это гибкие дела, то есть гибкие дела, которые не привязаны жестко ко времени. Вы сами можете их планировать тогда, когда вам удобно. Второй тип дел – это бюджетируемые дела, то есть это дела, которые имеют жесткий бюджет времени. Например, это расписание учебное, это расписание экзаменов, сессий, это рабочий график человека, это присутствие на каких-то мероприятиях. К бюджетируемым делам относят, например, какие-то просьбы, вам нужно прийти на защиту проекта, вам нужно сходить в больницу, посетить родственника и так далее, и так далее. То есть важный момент в бюджетных, так скажем, делах – это то, что дела имеют строгий регламент, то есть строгий дедлайн начала и окончания. Третий тип времени – это делегируемые. Что это означает? Что появляются задачи, решения которых мы можем делегировать. И вот здесь как раз мы можем такие дела тоже планировать. Вы можете делегировать на разный уровень передачи, можно полностью делегировать, можно частично делегировать. То есть все зависит от того, какие у вас дела есть и как вы с ними работаете. И четвертое важное дело – это уточняющие, то есть тип дел. Уточняющий тип дел относятся какие дела такие, которые пока не точны по времени, пока не точно по продолжительности. И я всегда советую, если есть такие дела, значит, за день, за два нужно уточнить, а действительно ли будет это дело, да, то есть необходимо ли будет прийти, не поменялась ли форма встречи, потому что мы видим, что сейчас, например, да, не только оффлайн-встречи бывают, но и онлайн-встречи. Поэтому форма встречи тоже может поменяться. А это значит, что у вас может появиться свободный бюджет времени для того, чтобы вы могли свои какие-то другие дела в этот бюджет времени включить. Следующий метод – это метод блочной работы. Как, из чего состоит этот метод? Этот метод направлен на систематизацию однотипных и похожих дел. То есть, что это означает? Это означает, что вы все свои дела начинаете разделять на некоторые однотипные группы. К примеру, если у вас есть дела, которые связаны со звонками, есть дела, которые связаны, например, там с умственной аналитической работой, есть дела, которые совместно необходимо сделать, есть дела, которые направлены подготовку писем, есть дела по домашним работам и так далее, и так далее. То есть фишка этого метода состоит в том, что вы все однотипные дела группируете, да, в определенные, так скажем, в определенный интервал времени и именно для этих дел фиксируйте один интервал времени то есть что это означает например вы фиксируйте для выполнения домашних например вечер там с 18 до 20 часов то есть в это время вы делаете домашнюю работу или например вы можете зафиксировать звонки я отрабатываю все звонки свои до с 10 часов до там 12 часов дня и соответственно этот метод вам позволит увеличить производительность выполнения однотипных дел то есть что это означает это означает что если вы запланировали там 10 звонков в течение часа то продолжительность 1 звонка будет намного меньше если эти звонки 10 звонков вы распределите в течение всего рабочего дня поэтому здесь этот метод вам позволит еще и нарастить производительность труда следующий метод это метод паретто метод паретто гласит о том что 20 процентов усилий дает нам 80 процентов результата а это означает что все весь объем дел которые вы совершаете в каком-то контексте в отношении там какой-то цели какой-то задачи которую выполняете только 20 процентов всех дел дает вам 80 процентов результата и 80 процентов остальных дел дадут вам только 20 фишка этого метода с одной стороны такая результативность а с другой стороны и сложность этого метода состоит в том чтобы найти эти 20 процентов дел которые дают вам 80 процентов результата и небольшой секрет в отношении данного принципа принципа паретто это в том для того чтобы найти эти 20 процентов нужно сначала посмотреть а к какому результату вы хотите прийти что это за результат какие критерии важные критерии этого результата и какие дела непосредственно относятся к этим критериям отсюда у вас родится понимание того что же это за объем дел в 20 процентов которые дают вам 80 процентов результата следующий метод это метод канбан метод канбан распределяет все дела в определенный процесс в котором есть три базовых стадии первая стадия называется то что мне нужно сделать это стадия планирования то есть я записываю дела которые мне нужно сделать например в течение недели двух недель месяца года второй этап это то что у меня уже в работе то что я уже выполняю и третий этап это то что уже у меня готово я это выполнил метод канбан я советую рассматривать там раз в один-два дня то есть для того чтобы смотреть как у вас каждое дело переходит от одного этапа к другому этапу чтобы вы видели в каком этапе например у вас слишком много дел то есть такой метод метод канбана он идет из концепции бережливого производства когда мы равномерно на конвейерном там типе производства размещаем определенные заказы и здесь тоже самое то есть метод канбан позволяет человеку да не слишком много планировать например если мы видим что у нас очень много дел в работе быстро посмотреть а что там происходит потому что мы очень много дел допустим там на этапе на рабочем этапе и выход или там решение этих дел скорость понижается поэтому на этапе готова у нас вообще практически дел нету этот метод позволяет вам отследить жизненный цикл того или иного дела в разрезе трех состояний этого дел то что мы его планируем то что мы его в работу запускаем то есть реализовываем это что уже готово то есть в этом случае это традиционная на слайде показано три этапа вы можете еще допустим раздробить когда мы говорим то что в работе например да вы можете вот это если дело например большое допустим если мы берем курсовую работу которая состоит из трех глав то в работе вы можете фиксировать что сейчас в работе там только первая глава или например там уже мы ко второй перешли главе и так далее так далее то есть фактически процессы да они тоже могут внутри каждого шага еще более декомпозироваться и распределяться метод достаточно гибкий он используется на многих и производственных компаниях и компаниях малого среднего бизнеса и однозначно эффект этого метода в том что человек отслеживает жизненный цикл протекания дела от того момента когда он запланировал до того момента когда он сделал и когда он сделал он видит да на доске что это дело выполнено это тоже такая вишенка на тортике когда я хорошо потрудился я дело сделал я как бы закрываю этот день например или этот проект с достаточно хорошим визуальным решением когда у меня на доске канба да все дела которые я запланировала они у меня находятся в графе что все готово особенно когда мы говорим о конце там года там какого-то планового периода и так далее так далее соответственно подводим итоги друзья что вы сделали что вы сделали сейчас на протяжении данного небольшого ролика что вам удалось сделать каким мыслям вы пришли что вы возьмете с собой в работу что вы будете прямо сейчас использовать выделите себе пять минут для того чтобы порефлексировать то есть порассуждать подумать вы можете даже написать что это все сложно это тоже хороший вывод но тогда я вас прошу а какой будет ваш первый шаг в настройке нового графика что вы сделаете завтра по-другому и вот что вы сделаете завтра по-другому попробуйте на него ответить и завтрашний день вам может подсказать да какие методы для вас будут актуальны с какими методами можно еще поработать какие книги и ролики еще нужно посмотреть для того чтобы подкачать компетенцию тайм-менеджмента у меня все спасибо за внимание и до новых встреч